всем привет вы на канале урал спецтранс сегодня я одна без константина я говорю поезжай куда-нибудь отдохнуть в турцию махни дней на 10 вот но он уехал на несколько дней в ближайший санаторий а представьте все я хочу показать вам седельный тягач урал next в колесной формулой 6 на 4 часы посмотри а а а а а а а а а и а а а и и а а а Т25-420, который, да? Или нет? Это не он. Какие-то модификаторы. 74-70, по-моему. 74-70, где? Вот здесь вот написано. Вот он, на пабличке. Кверх ногами, который, да? И что тут я должна увидеть? 74-70, 3-0-55, 11-0-1. Вот нагрузка. Какие должны быть написаны? И что это 20? На седло. 17000 на седло, да? Или сколько тут? 10 тонн. Наверное. 10. Нет. Вот это 27500 написано? Это марс автопоезд. Маст автопоезд, да. 62. А это вместе с автомобилем. 17 тонн на седло. На седло. Ну вот. Что там, ЯМЗ 650, 420, да? 653? 420 лошадиных сил. Евро-5. Силовая установка работает в паре с 16 диапазонной коробкой передач от ZF. Двигатель расположен высоко, поэтому повредить его на бездорожье не получится. А, еще мосты сейчас покажу. Давай мосты. Здравствуйте. Здравствуйте. Поможет нам кто-нибудь с винтиками, с болтиками? Номера поставить? Номера поставить? Да. А вы нам что-нибудь расскажете про него? Мы с винтиками, с болтиками поможем сразу. Кто машел за винтиками, я рассказываю. Давай. Пока внесете. А что-нибудь интересное, уж про него никто ничего не знает. А почему? Машина уже дважды на выставке в Москве была. Серийная уже. О, новая соседняя. Ну, чтобы звук был хорошим. Значит, агрегатный состав совсем новых автомобилей. Это и мосты, это рама и так далее. Но здесь серийная, теперь уже серийная для нас в том числе, это кабина Next. Так называемая кабина Next. Двигатель тот же Ярославский, 653 серии, Евро-5. Коробки тут разные могут быть. В данном случае сиделем тягач представлен с 16-ступенчатой коробкой передач производства ZF. А мосты какие? Мосты китайского производства фирмы Ханде. А почему это шли от рабок? Раньше же много ставили рабок. А вы телевизор смотрите? Не смотрите? Ну, там как бы везде санкции, везде деньги. Сколько стоит в долларах это, да? Китайское производство. То есть европейцы перенесли свое производство в Китай. Многие вещи это сделано. Но они нисколько не уступают рабе, эти Ханде. Ну, у нас же это не первый автомобиль с Ханде. У нас автомобили 6370 с такими же мостами. Там передаточные числа другие, естественно. Но то же самое производство. Ну, а что еще интересного? 6х4 он, да? 6х4, да, он уже не полноприводный. Мы выходим на так называемую дорогу. Но все равно он еще не совсем шоссейный автомобиль. Он больше предназначен для движения по все-таки не совсем хорошим дорогам. Все-таки, да? Как он был? По той же тяжелой стороне, так он остался. Да, да. Я посмотрела там на табличке модификация 7470. 70, да? Это можно забить в интернете и прямо найдешь технические характеристики, да? Я думаю, что да. Потому что я думала, что это Т-24. Нет, есть коммерческое наименование, да, как проект Т-26. Ага. А как инфекционный номер у него модельный ряд 7470. У нас есть машины Т-26 и С-26. Разница в том, что это седельный тягач Т-26, а С-26 это самосвальную установку стоит. На сегодняшний день это так. Написано шасси 10-10, да? Порядковый номер 10-10, нет, речь не идет. Мы их не можем еще продать, потому что мы еще проводим работы, связанные с испытаниями и сертификацией. А сейчас мы что будем испытывать, что будем смотреть? Мы просто проверим. Для нас мы это отдаем потребителю на эксплуатацию, но не продаем. И чтобы нам быть уверенным в том, что мы отдаем, вот надо проверить некоторые параметры. А вообще, вот мне ваш коллега сказал, что уже с прицепом он ездил, да, шасси? С полуприцепом. С полуприцепом, да. А сейчас первый раз он поедет с цистерной. Да. Ну, у нас мы же испытываем не автопоезд, как бы по большому счету, и не полуприцеп. Поэтому у нас есть свой полуприцеп. Мы его используем как технологический для того, чтобы создать нагрузку на автомобиль. В конечном счете мы создаем автомобиль. А полуприцеп это покупное для нас изделие. Куда поедем? В рынку. Возьмите меня. Не знаю. В спальнике ездить только. В спальнике ездить нельзя. Нельзя? Нет, конечно. А там нету ремней? Нет, нет. И это именно спальное место, там нет ремня безопасности. Понятно. Ну, вот сегодня буквально была передача, что у русских не существует слова нельзя. Есть слово дорого. А, да? Смотрите. Сколько это было интересно. Да, поэтому все в ваших руках. Такие модели, не именно это, а такие модели были уже и в Сочи. В этом году на московской выставке Комтранс. В прошлом году на московской выставке были в августе-сентябре. То есть она уже на самом деле во многих местах побывала и показывалась. И мало того, вот уже даже картинки автомобиля уже есть в интернете. И вот ко мне обращались, по крайней мере, уже даже из-за рубежа и интересовались. Да? Прямо туда сейчас будем поставлять сразу, да? В смысле? Начнем. Сразу не будем, но дело в том, чтобы продать их за рубеж, нужно иметь документы международного образца по испытанию. Мы работаем над этим. Над этим, да? Да. Расскажите еще про шины. Шины? Да. Ну это, естественно, дорожная гамма, но они хоть и называются, но тут другие уже стоят. Белшина. У нас до этого другие стояли. 278. Кардиант были, нет? Были кардиант, да. То другие. Ну, у нас же многие вещи должны быть, чтобы был не один поставщик, а несколько. А попробовать разные, да? И попробовать разные, и чтобы цену держать. Даже конкуренция всегда это снижение цены. При уровне качества. Если обращали внимание, то топливный бак очень большой. Вот это на 600 литров, который, да? Да. Ну, тут еще, видите, спальное место, оно не совсем полноценное. Почему? Не полноценное. Потому что в нем сидеть нельзя? Нет. Ну, как бы, вот дверь со стороны спального места, зачем она нужна? Чтобы на ходу не выпустить. Не совсем еще. То есть, есть автомобиль уже, такая кабина. И она вот потихоньку насыщается. То есть, если у нас раньше было там сидячие места во втором году, то теперь спальное место приедет. Потом все-таки дверь исчезнет. Все это связано с производством. Там же все эти штампы и так далее. Ну, что, возьмете меня с собой-то? Ну, у вас, да. Да. Ну, да. Ну, и поехали. Куда деться-то, да? А, вот оно спальное место, да? Да. У нас широкое. Есть плюс, что оно очень широкое. Это же заводская, вот это стандартная. Да. Это не то, что делают там другие эти чайка. Мы получаем комплекте кабины. Чайка, автомобиль, завод чайка. Есть такое, да. Но это не то. Нет. Это прямо стандартная кабина. Чайка, она как раз ниже много расположена. Они могут делать, они делают, но они не готовы делать на наши объемы. Ну, тут очень интересное расположение рычага коробки передачи. То есть это, во-первых, входа очень маленькие. Во-вторых, тут уже не простой механический привод, а дистанционный тросовый. Тоже намного легче. И видеть сами пол, свободное пространство, что можно перемещаться, не мешая друг другу и достаточно свободно. Но все равно Урал, это, скажем так, национальная гордость, наверное. Он не уступает своим дорожным качествам, по проходимости, не уступает. Но нет у него конкурентов, мне кажется. Но есть, конечно, там, может какие-то там, ну… Конкуренты есть. Конкуренты есть. Уже нет чего-либо, где не было бы конкуренции. Если нет конкуренции, то все угасает. Конкуренции есть. И мы же конкурируем с тем же КамАЗом. Вот даже внутри российской рынки. У нас есть УМАЗ. У нас уже… Даже у нас в городе есть ИВЕКО. Но другое дело, что каждый занимает свою ценовую нишу. Сравнивать ИВЕКО и нам, у нас это не совсем корректно. Условно говоря, они строят 10 миллионов. Да. Я точно не знаю цифр, но порядок это такой. Хотя вот уже на самом деле… Кабина НЕКСТ – это большой шаг вперед. Конечно. Очень большой шаг. Хоть и говорят, что мы там отстаем, отстаем, но тем не менее… Это же новый кабин. Если мы раньше использовали тоже кабину 4320, да, там 60-х годов. Потом мы на кабину ПИ – это старая кабина ИВЕКО. Которую, опять же… Мы просто ее как бы подводили под себя. Но уровень комфорта там же… Какой был такой остался… Там же узкое место водительское. Многие вещи там не совсем хорошо были сделаны. А здесь намного лучше. И мы же вынуждены соблюдать требования по безопасности. Тут же и… На этом автомобиле нету, но тут и тахографы, и глонассы, и черти чего уже. И все эти вот электронные, можно сказать, примочки, да, эти и АБС, и вот, возможно, курсовая устойчивость. Ну, и много-много еще, что может быть. Отопитель, кондиционер. Кондиционер тоже, когда у нас было на Урале. Если мы хотим поставлять куда-то за рубеж, а за рубеж – это в основном там, где теплее, чем у нас. Мы у себя уже, на своих личных машинах, вот кондиционер. И если сначала думали, что кондиционер – это на лето, только там, на месяц, то сейчас кондиционер – это уже и на больший период. Он же еще и воздух готовит. Мне так душно ехать и комфорт создает. Кабина Мэкстер, она постоянно модернизируется. Если раньше носил проводочек, с УСБ потом был. Да, я помню. Теперь вот уже стоит. Отдельно уже намного удобнее. То, что здесь оригинальное, оно, конечно, сразу видно еще вот такими наклеечками, да, но это тоже вот пока временное явление. Но то, что стандартно, уже все… Очень аккуратно все фиктограммы нанесены, которые уже не сотрутся и будут служить долго и долго. У нас же тут и опция есть на этих автомобилях, что и отопители ставятся дополнительно, потому что объем уже увеличивается. с разводкой тепла, то есть не в одном месте, а и водителю, и пассажиру разводится. Делается. Хотя тут вот как спальное место, да, вот обычно делается. Все, и надо шлаку поставить, чтобы отделять спальное место от рабочего, чтобы… Ну, спать-то обычно в темноте люди ходят. И не на виду. Ну да. А здесь… Сами придумают кто-нибудь в прицепе. Мы же должны делать не конструктор, а полноценный автомобиль уже. Все, что есть, опции на газе, на NEXT, то же самое, все здесь есть. То есть это и зеркала, и с электроподогревом, и электроуправляемым. Стеклоподъемники здесь – это уже база, только электростеклоподъемники. Многие вещи тут достаточно комфортные. Тяжело конкурировать с КамАЗом? Все-таки у них какая-то поддержка есть. Скажем, здесь мы частники, вот АЗА и Урал, да, больше как частная организация. У тебя поддержка государства? Вы хотите, чтобы я жаловался на судьбу? Вообще, в первый раз я, когда на полигон испытатель не приехал с кабиной NEXT, вот люди ходят, смотрят – ух ты, какой КамАЗ! Потом говоришь, что это Урал! О, Урал! И начинают фотографировать. Потому что КамАЗ привык баловать нас, так сказать. Чаще он меняет модель и обновляет свой внешний вид. Мы это делаем намного реже. Сейчас там КамАЗовцы, говорят, собирают какой-то с обдвигателем мерседесовским что-то, да? Не слышали? Нет, у них есть уже. Или есть уже, да? У них есть, да. У них и кабина новая есть, это на седельный тягач. Она именно новая, не просто рестаторинг, она новая. Многие вещи у них другие. У них другие объемы, соответственно, другая окупаемость и другие вложения. А вот еще хотелось спросить вот про этот Next. Там где-то читала, что поворот передних колес что-то какой-то, да? Угол поворота управляемых колес передних, да, он намного больше. Если у нас порядка 32-33 на серийной технике, да, то здесь 45, ну, на памятник цифре 45-50 где-то там. Да. То есть это больше маневренный он? Да, это управляемость, маневренность, то есть совершать маневрирование на меньшей площадке. А это очень важно для седельного тягача, который где-то в жилых, населенных пунктах, где, ну, постная застройка. А, он низкий? И не хватает вылета, ну, в смысле, вылет большой, бочку подгоняли большим тягачем. Но, получается, там двойной телескоп стоит на бочке, на опорах, то есть червячная передача, и там вот палец, палец вытаскиваешь, опора поднимается. А он низкий, ему не дает расстояние вытащить палец, палец зажатку. Сейчас вот тягачом побольше, который поднимем. Потом зацепим, да, уже? В общем, зацепили нашу цистерну, ППЦ-21, Леша, расскажи про нее что-нибудь. Что она там? В какой форме? Железная, красная. Но она не ржавейка, ничего, обычная, 0.9 G2S, да? Обычная 0.9 G2S, ППЦ, одна отсечная, двухосная, залита водой для проведения дорожных испытаний. Посмотреть, как тягач поведет себя под нагрузкой на подъемах. Ну, это наша стандартная бочка, да? Да, наша стандартная. Пойдем, характеристики бочки посмотрим. Наконец-то, да? Да, наконец-то. Все металлы на бот. Что-то. Показывать. Все вода на бот. Зашел. Да, колкает. Реализован гравитационный слив самотеком, как мы видим в задней части расположен донный клапан, он один, потому что один от всех бочки, она однообъемная, донный клапан с пневматическим управлением, также есть ручной дублёр, то есть можно его открыть в ручной дублёр. Слив расположен в задней части, на заднем свесе, шерстный даку, бочка, чемоданная форма, корречное сечение. Это обеспечение, так скажем, требований, норм техники безопасности, искробезопасная лопата, из чего она? Из алюминия. Алюминий же не искрит, да? Алюминий, да, алюминий не искрит, но также как заливные горловины делаются из алюминия, потому что при жёстких соприкосновениях, с чем-то, лопата у нас упадет. Оставляется, она не очень удобно, да? Ты какого роста-то? Метр семьдесят пять падений и не достаёшь, да? Я не, метр шестьдесят два. А, ну нормально, да ладно. Подвеска здесь простая, рессорная, зависимая. Да полностью стандартное исполнение наше. Оси. Оси какие. Урал Спецтранс, наверное. А вот эта крышечка открывается? Там PPV написано. Да? Точно. По-любому. Да. Все, что могли, рассказали. И не забывайте подписывайтесь на канал Урал Спецтранс, задавайте вопросы, пишите комментарии. Если что-то недорассказали или сказали неправильно, вы нас поправляйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте посмотрим. До следующих празднователь À Субтитра Мы готовимся к hjäl bitch Подписывайтесь на канал Урал Спецтранс approбируем Daarlight maar